Всем привет! В сегодняшнем нашем обзоре я бы хотел рассказать вам о одной вещице, которая подойдет хозяйству заядлым охотникам, рыбакам, либо же туристам, которые далеко находятся от источников электроэнергии и у них нет возможности подзарядить свои гаджеты. Вот такой вот солнечная панель 21 ватт от компании Voodoo. Ну, давайте вскрываем, посмотрим, что же у нее внутри. Итак, внутри у нас находится такой вот небольшой, сложенный как кейсик, 4 карабина для крепления, к рюкзаку, палатки, не знаю, просто клетки, инструкция. Да, русского нет, английский, китайский. Ну и сама солнечная панель. Сделана у нас, знаете, довольно неплохо, уже сразу вот подобрешь, чувствуется хорошее качество сборки, по крайней мере, ткани. Так, это что? А, понятно. Вот мы ее разворачиваем. Сразу все характеристики у нас указаны, как мы видим, два порта по 2 ампера максимально выдают и как нам ее к солнышку нашему поворачивать. И состоит она из трех секций. Присутствуют вот такие вот отверстия для крепления, то есть под палатку, допустим, на рюкзаке, либо на палатке, кармашек, кармашек силикагель и выведен два контроллера, вот такой вот на два USB порта, которые должен нам выдавать по 2 ампера каждый. И, в принципе, сюда мы можем точно так же вложить мобильный телефон, допустим, и закрывать. То есть вот такой вот гаджет. На задней стороне присутствуют две закрытые липучки, вот такие вот как шторки, под подставочки, вернее, и в итоге, чтобы мы максимально солнышко могли нашу панель ставить. То есть вот так вот она примерно ставится. Скользкая поверхность, ну, вот так. Чтобы вы понимали, как она стоит. Что касается размеров панели, то общая длина ее. Так, давайте сначала солнечных элементов. Один солнечный элемент у нас в районе 14 сантиметров и длина у него составляет 26. Общая же длина в разложенном состоянии 71 на 29 сантиметров. Так, в принципе, сделано достаточно, как я уже и говорил, достаточно качественно. Очень толстая. Вот это вот материал довольно толстый он. Тут еще есть дополнительные такие вот, не знаю, ручки. А, можно даже вот так делать, чтобы она вообще не открывалась. Ну, то есть продуманно сделали, ребята. За это, в принципе, плюс. Ну, и соляр-чаржер. То есть солнечный зарядник, где нет всяких электростанций, розеток, можно брать с собой. Так, что касается, ребят, веса. Вес составляет 781 грамм. Наши карабинчики, которые мы можем одеть. Так, в принципе, разбирать я здесь особо не вижу, что. Потому что тут по факту просто проходит... Вот здесь вот идет где-то кабель питания от всех этих солнечных панелей. Конкретно где он, я его даже нащупать не могу. Вот он. А, вот кабель идет. Небольшой кабель, который выходит к контроллеру. Вот, кстати, моргает красным. Ну, хоть здесь солнца нету. Идем на улицу тестировать. Благодаря подставкам, которые расположены сзади, панели легко выставить по отношению к солнцу для идеального, так сказать, позиционирования. Чтоб наш смайлик был всегда улыбающимся. Что ж, я возьму сейчас нагрузки и протестирую, насколько можно... Сколько мы сможем получить. Что ж, подключаю нагрузку. Итак, по одному амперу здесь сейчас ничего не видно. Включаем. Так, велкам. Ребята, 0,96, 5,2 вольта. Тут 5,15, тоже 1 ампер держит. Переключу одну из нагрузок, допустим, вот эту, в 2 ампера. И просадка 4,14. Нет. Все-таки 3 ампера наша система не держит. Максимально 2 ампера на всю систему 2,5. Где-то так. То есть по одному амперу оно, конечно же, выдает. Но если включить уже больше. Вот, допустим, на солнце тухнет немножко. Ну, вот сейчас вот эту переключу. Так. Вот, 1,5 и 4,5, 4,37. Но 1,5 ампера. То есть 4,37 это довольно мало. То есть вердикт какой? В принципе, один порт спокойно выдерживает 2 ампера. Выдает нам. Это мы уже убедились. Вот я сейчас вам попробую показать. Вот сейчас солнце зашло за тучки. Кстати, хороший момент для тестов. Выдаст ли оно вообще что-то. Так, вот. Давай вот этот сюда. Раз. Так, ну 2 ампера, когда солнца нет, он не выдает и вообще не хочет включаться. То есть солнце ей, конечно же, нужно. Такую вот темень она не работает. В плюсу отнесу еще вот этот карманчик. Даже если, в принципе, вы забудете телефон в нем, то он не промокнет. То есть тут такая довольно толстая ткань. То есть, в принципе, если он, конечно, будет под ливнем лежать, то промокнет. Но если вы просто забыли и пошел резко дождь, то это убережет вашу технику. Ну, вот мы видим, не хочет она работать. Вот сейчас 5 вольт выдает. Но если подключить нагрузку хотя бы в 1 ампер, то все. Соответственно, ни о какой зарядке речь не идет. То есть зарядка только при супер ярком солнце. Так что, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok